Пипец, она большая! Муся, брось! Хозяева, я вам еду принесу! Муся, брось! Муся! Фу, какая она жирная! Большая! Ой! Муся, брось! Кому я его одела? Думаю, одела его, камеру к нему прицепила и ходи снимай. как только-только. Идеально, да? Нет? Не идеально? Крючки мешают. Крючочек мешает. И так кто же нам такой помешался тут? Вот этот вот один-единственный крючочек. Идеально вошло. Сейчас закроем. Ну все, у нас опять переезд. Двойной, наверное, немного. С серебром вовнутрь или как? В общем, перевезли мы зайца в баню. Потому что в том помещении, где она жила, обогреватель у нас сильно много мотает. Мы его отключили. А здесь у нас теплый пол немножечко. Вот цветы мы все отсюда унесли. Лампы выключили. Но теплый пол оставили для поддержки плюсовой температуры, чтобы не замерзало. В общем, зайцу этого будет достаточно. Мы ее перенесли сюда. Клетка вошла идеально. Вот в это место рядом с морозилкой. Одежду мы сняли. Здесь у нас всякие рабочие куртки теплые. Вот. Ну и, в общем-то, все. Здесь у нас обшили. Вот там не видно. Вот. Кусочек линолеума сделали. Потому что у нее в этой половине клетки туалет. И чтоб, мало ли, на стены там ничего не летело. Все-таки вагоночку жалко. Да. А с этой стороны мы обшили вот это укрытым материалом черным. Чтоб на морозилку ничего не летело. Да, принцесса? Принцесса довольна? Да. Принцесса довольна? Какой-то сено кукол. Ну, все-все, кушай. Не буду тебя отвлекать. Извините, пожалуйста. Вот. Принцесса кушает. Ушки и ушки. Скоро у нас опять стрижка в декабре. Надо посмотреть дату, когда три месяца будет с предыдущей стрижки. Числа 15-го. Вроде сентября я ее стригла. Числа 15-го декабря нужно будет снова. А сегодня-то у нас уже какое? Девятое. Через недельку, может, и подстрижемся. Так что вот. Такая красотуля у нас теперь тут живет. Да? Ага. Зая. Ну все. А еще мы утепляем дверь. Да? Папа, Паша у нас тут утеплитель приделывает на щель, чтобы нахлёст был. Остался у нас этот утеплитель от... Чего? От стеллажа для цветов. Вот. Мы его на полосочки нарезали, чтобы... Потому что на всю дверь не хватает. Пока так сделаем. Потом цельный кусок будет. А может и не будет. Вот. Так. Ну что. Наконец-то у меня дошло время до лимона. Отрезала я у него одну веточку черенок. И заготовила из нее два черенка. Вот один. Вот. Смотрите. Оставила раз, два, три, четыре междоузлия. И нижний стебелек срезаем на 45 градусов. Обрезаем. А верхнюю часть стебля обрезаем под прямым углом. Что я делаю дальше? Я беру укоренитель. Раньше я пользовалась корневином. Сейчас я взяла укоренитель. Но это, в принципе, одно и то же. Да? Обеспечивает образование новых корней. Помогает укореняться, да, растению? Вот. Ну, единственное, что укоренителем я ни разу не пользовалась. Корневин идет белый, а вот этот идет серенький. Я прочитала, что у него... Он идет с добавлением угля. Это очень хорошо. Это значит, что черенок не загниет. Вот. Вот сейчас я черенок прямо макаю, обмакиваю туда. Вот, обмакнула. И сразу его в землю. Вот так вот. И второй черенок точно так же. У меня получился раз, два, три, четыре междоузлия, пять, даже шесть. И у него идет вот эта вот веточка пошла уже боковая. Это был верх веточки. Я ее оставила. Вот. Так что тоже обмакиваю в укоренитель. И поставлю я их пока в один горшок. Но у меня проблема... Проблема. Как я их закрою? Я сейчас листочек придется мне обрезать. Листочки я длинные обрежу вот так вот пополам. Так. А коротенькие останутся. Вот. И одену парничок вот такой. Обрезанную бутылочку. Вот так вот. Все. Земля уже полита. Значит. Ну я, наверное, пролью еще немножечко. Хотя нет. Вот она полита. У меня уже выступила вода. И поставлю на стеллажик под свет. Все. С Богом. Пусть укореняется. Куда входит у меня? Входит. Аккуратненько. Опа. Опа-опа-опа-опа. Вот рядом с луком поставила. Все. Видите? Все. Теперь будет там стоять. Я вот поглядываю на вот эту веточку. Вот думаю ее обрезать что ли. Хотя. Да, наверное, я ее сейчас тоже обрежу, чтобы у меня в рост пошел вот этот стебель. Вот. И сейчас вот я горшок приготовила. Выкопаю бегонию. Вот. Да, кстати, забыла сказать, что ножик, которым я обрезала, черенки, я обработала спиртом. У меня есть такая бутылочка. Вот. Я обмакнула. Видите? Ватный диск. И ножичек протерла. Ну что, у меня немножко стал ржаветь этот растенник. У меня идет... Этот растенник. Этот ножик у меня идет для цветов. На нем даже написано, чтобы никто его не брал. Вот. А сейчас мы будем выкапывать королевскую бегонию из лимона. Я просто... Когда-то это был просто один листочек. Сейчас это я даже не знаю, докуда укоренилось. Но растет она хорошо. Сейчас посмотрим. Во, какие хорошие у нее корни. Посмотрите. Обалдеть. Какая красоточка. Сейчас ты будешь жить в своем домике отдельном. Вот так вот. Отлично. Чтобы лимону было хорошо. И... Лимоньке было хорошо. Вот. Лимончик добавлю сейчас земли. И сюда тоже. Вот. Моя специальная ложечка. Ложечка моя эта. Специальная для растений. Я нашла ее... Когда-то давно в огороде. Вот. Откопала. И теперь пользуюсь только ей. Удобно. Лучше, чем лопаточкой. Здесь у меня в тазике земля приготовлена. Вот. Мокрая. Пролитая. Сейчас я ей немножечко тут прикопаю. Вот. Игоньки, чтобы было хорошо. Клоф у меня с песком. Еще что-то добавляла. А нет. Все остальное я добавляю перлит, вермикулит непосредственно в горшок. И перлит я добавляю в горшочек. Не на все. Не на весь объем. А добавляю только вниз для корешков. Чтоб питались синие. Когда перлит кладешь на весь объем, его начинаешь поливать. Он всплывает. И наверху лежат некрасивые вот эти белые камушки. Так что... Вот так вот я стала делать. Раньше я замешивала весь объем земли. А сейчас перестала. И лимончику я добавлю немножко земельки. Потому что у него здесь корни уже близко. Пускай будет побольше земли. Ну, я думаю, что весной и летом его придется уже пересаживать в более... Другой объем. Более большой. Потому что здесь у нас сколько? Два литра... Два с половиной, наверное. Литров пять, наверное, уже можно будет пересадить его. Он разрастется хорошо. Вот. Так вот. И полью еще немножко... У меня вот янтарная кислота. Таблетки. Бутылочки растворяю. Я специально бутылку у меня подписана. Не трогайте. А то мало ли кто-то захочет попить. Но, в принципе, от янтарной кислоты ничего не будет. Она безопасная. Вот. Так что сейчас руки ополосну. Взлейки прямо поливаю в тазик с землей. Вот. Вот у меня такой мерный стаканчик. Я в него сейчас добавлю. Эту кислоты. И лимончик подкормлю. Разведу ее водой. Потому что у меня там таблеток было разведено много. И все. И пусть лимончик радуется. Еще что буду делать я. Сейчас покажу вам. Еще я возьму уголек. Так. Вот у меня здесь есть уголь. Вот. И сейчас прям покажу вам. И срез черенка, где я черенок обрезала, я прямо уголечком подобработаю. Вот. Чтобы он не заболел. Но лимоны, в принципе, они неприхотливые такие. Ничего ему не будет. Ну, на всякий случай. Чтобы уж наверняка подчернило его немножечко. Вот. Вот так вот. Видите? Вот он черненький стал. И все. Сейчас, пожалуй, еще вот эту веточку на черенок обрежу. Но вам уже показывать не буду. И все. И лимончик будет готов. Дальше буду сеять семена. Семена. Ну что, наконец-то у меня ручки дошли до пеларгонии. Пеларгония. Ампельная. Reach Out Red и Reach Out White. Белая и красная. Вот она. Вот она. Какая красота. Вот. Ну и прочитала я про нее. Вот. Что это совершенно новый сорт. Ампельная пеларгония. Профессионального уровня уже. Выращиваемая из семян. Вот. Ну, почитайте, кому интересно, что она и рана должна зацвести. И у нее все очень красиво, что не надо ее обрезать. Вот. Так что сейчас покажу семена у нее, какие маленькие. Семена всего пять штучек той, беленькой. Вот они. Сейчас я их буду углублять. Не хочет фокусироваться туда. Да? Вот. Сейчас буду углублять их. Немножечко. Тут комок какой-то тверденький. Так. Вот эту. Третья. Ой, юно. Юночка у меня как всегда храпит. Ну, когда же без нее? Четыре. И пять. Семечек. Вот. Так. Присыплю еще песочком, может быть. Посмотрим. И вот этой красной пять. Два. Три. Ладно, сейчас телефон положу, закопаю. Тут с телефоном неудобно. Не вижу. Вот она. На пинцете осталось. Четыре и пять. Так. Вот эту надо еще закопать поглубже. То есть. Вот она. Вот так вот. Вот так вот будет хорошо. Ну, в общем-то, все. Запишу в тетрадочку. Решила завести тетрадку. Сейчас вот пойду поищу. Когда что посадила. Вот. Отдельную именно для посадок. Вот. И буду записывать все в отдельную тетрадь. Чтобы потом ориентироваться уже, допустим, в следующем году. Когда я что посадила. И когда у меня что зацветет. Например. Да. Записывать. Как что развивалось. Вот. Мне просто самой интересно. Потому что я такой. Как бы цветы всегда держала. Но вот именно заниматься разведением. Хочу более профессионально. Да. Как-то учиться. Все это контролировать. Чтобы уже и сроки знать. И все такое. В общем. Сейчас сделаю здесь пленочку. И уберу в парничок. Куда вот. Под свет. Так. Все. Посадила. Убрала. Теперь сажаю колиусы. Вот. Думала сажать в разные чеплашки. Да. Контейнеры. Или в один. Достала семена. Ну. Как бы. Как вы думаете. Да. Колиусы стоят. Вот этот. Тридцать один. Восемнадцать. Это тоже. Думаю. Что. Рублей двадцать. Тридцать стоил. Вот. Семян. Сколько там семян. Как думаете. Вот они. Сколько их там. Два. Четыре. Шесть. Восемь. Десять. Штук. Одиннадцать. Десять. Одиннадцать штучек. Я тоже думаю посадить их в один контейнер. Тем более они все с разными листочками. Дрэгонблэк. Мозаика. И красный вельвет. То есть. Даже если там какая-то путаница произойдет. По листьям их можно будет различить. Поэтому. Сажаю все в один контейнер. Да. Сейчас буду распечатывать. И все эти аккуратненько. Продолжение следует.